А на нашем телеканале программа Вести Спорт и традиционный обзор наиболее заметных событий уходящей недели. В студии Роман Четыреков. Здравствуйте. Наверное, нет ничего удивительного в том, что право открыть выпуск доверим футболу. Две с небольшим недели остается до начала Бразильского Мундиаля. Бесспорно, чемпионат мира затмит все остальные спортивные события. Но кировским поклонникам игры номер один все же придется иногда переключать свое внимание на игры местных команд. В поле их зрения окажутся областные клубы и машиностроитель. О них мы поговорим позже, а пока о Динамо, которая на неделе совершила маленький подвиг, и его последствия, возможно, благотворно скажутся на игроках, пытающихся выправить турнирное положение. Стоило прозвучать финальному свистку, как динамовцы бросились поздравлять друг друга, как будто они выиграли нечто значимое. Радостные эмоции на поле выплеснули и фаны белоголубых, и их можно было понять. Долгое время они становились свидетелями поражений и безголевых ничьих на домашнем стадионе. А последняя победа, одержанная белоголубыми на России, и вовсе датировалась 13 августа прошлого года, когда с минимальным счетом 1-0 была обыграна Тюмень. С тех пор кировчане сменили тренера, откатились на последнее место и прочно там обосновались. Ходя в финальную фазу чемпионата, команда поставила перед собой цель – подняться со дна и как можно скорее. Но результат оставался прежним. Между тем становилось понятно, что только победы над ближайшими соседями по таблице могут выправить положение. Поэтому к приезду спартаковцев хозяева подошли с запредельным настроем. Не смогли проявить то, что мы задумывали перед игрой, готовились ответственно, знали, как команда играет, как строит атаку, как строит оборону. Мало что получилось в атаке у нас сегодня. Откровенно говоря, атакующими действиями в воскресный вечер не блистали и динамовцы. Еще по первому тайму складывалось ощущение, что защита собственной штрафной их больше беспокоила, нежели вылазки на чужую половину. Отсюда и невыразительный футбол с акцентом на борьбу в центре поля, к которому трибуны, к сожалению, успели привыкнуть. Но стоило Кировчанам после перерыва чуть поднажать, как в сознании игроков стало крепнуть убеждение, что гостям можно и нужно забивать, иначе все планы по спасению рухнут. Резюмируя вторую половину встречи, можно сказать, динамо придавило спартак и гол становился делом времени. Проклятие в виде 522 минут без забитых мячей снял Алексей Скворцов. Правда, преимущество в счете расстрела почти моментально после реализованного гостями стандарта. Добавленные судьей три минуты оставляли динамовцам небольшой, но шанс, и они им воспользовались. Один из фланговых прострелов ценой небольшой травмы замыкает Александр Бесняков, становясь одним из двух героев победной игры. С первых минут, как мы вышли на поле, мы выходили только на победу. Но судьбу на победу, по борьбе даже, я думаю, что было все видно. За каждую борьбу, за каждый месяц старались, цеплялись, боролись. Вот, в принципе, и на 93-й минуте забили. Вот тому доказательство. Победив 2-1, динамы не просто покидают последнее место. Вместе со спартаком он обходит и Рубин, уступивший кировчанам десятую строчку. Теперь, окрыленный успехом, наша команда, и в этом нет сомнений, будет удерживать позицию. Добавим, что в следующую игру динамовцы проведут на выезде с ностой 24 мая. В этот же день стартует розыгрыш чемпионата области по футболу. Турнир растянется до середины октября. Оспаривать места в призовой тройке предстоит 14 клубам. Естественно, кому-то будет уготована борьба за выживание, а кого-то уже сейчас относят к вероятным претендентам на чемпионство. Есть и два главных фаворита, которых судьи еще до официального старта сезона вывели на поле. Поединок прогресса молодежного Динамо за суперкубок ожидался с большим интересом. Эти соперники с недавних пор ведут принципиальную борьбу на внутренней арене, и, скорее всего, именно они разыграют между собой чемпионский титул. Ну а первый трофей сезона достался прогрессу. Несмотря на то, что с 26-й минуты подопечные Анатолию Кожина остались в меньшинстве, они благодаря точным ударам Гунбина и Прозорова по разу отличились в каждом из таймов, получив в ответ лишь один гол под конец встречи. Таким образом, прогресс, выиграв 2-1 и получив суперкубок, в приподнятом настроении начинает готовиться к субботним встречам с Амутнинским металлургом. Хорошее настроение царит и в стане машиностроителя. Несмотря на кадровые проблемы, заводской коллектив с честью вышел из игры первого тура первенства «Золотого кольца». Встречаясь в гостях с Вологодским «Динамо», подопечная Владимира Олина, сразу положили в копилку полноценные три очка, обыграв соперника 1-0. 28 мая машинка дома принимает еще одно «Динамо» – Костромское. На этом закончим с футболом и перейдем к обзору других событий недели. Около 500 кировчан в возрасте от 6 до 72 лет приняли участие в российском Азимуте – массовых всероссийских соревнованиях по спортивному ориентированию. Вооружившись картами на трассу за Северной больницей, участники начали уходить в полдень. Все, что от них требовалось – это найти определенное количество контрольных пунктов и как можно быстрее добраться до финиша. Для завершения дистанции самым маленьким спортсменам достаточно было пройти 6 контрольных точек, а взрослым набрать от 12 до 16 отметок. В итоге все ориентировщики затратили на путь менее получаса. Наибольшее число первых мест – 8 – собрали воспитанники с дюшор номер 3. Также среди победителей в некоторых возрастных группах значились ориентировщики из «Фаленок», «Слободского» и «Амутнинска». Май можно занести в актив кировским пловцам. На прошедшем столице юниорском первенстве страны Анастасия Корзунина стала второй на дистанции 50 метров в вольном стиле. Также следует отметить попадание в десятку сильнейших в ряде финальных заплывов Дарины Сергеевой и Михаила Тимина. Впечатлили результатами и воспитанники 44-й коррекционной школы, собравшие внушительный комплект наград сразу на двух серьезных стартах. Спустя всего несколько дней после возвращения в Киров поплавать можно и в свое удовольствие. Позади остались важнейшие отборочные соревнования, на которых пловцы 44-й школы выступили на твердую тренерскую пятерку. Положительная оценка начала вырисовываться после чемпионата России для спортсменов с интеллектуальными нарушениями в развитии. Неоднократно поднимаясь на высшую ступень пьедестала почета, трое наших ребят вошли в паралимпийскую сборную России. А это и есть тот главный ориентир, обозначенный наставниками на заре сезона группе ведущих наших пловцов. Тех, кто чуть менее мастеровит, тоже подтягивали к определенному уровню. Нам тренер должен лучше подготавливать нас, нагрузки посильнее делать, чтобы мы начали побыстрее плавать. И выполнили мастера спорта всех. Проделанная большая тренировочная работа себя полностью окупила на этапе Всероссийской специальной олимпиады, прошедшей в Барнауле. 400, 800 и 1500 метров. Вот те дистанции, где кировчане финишировали быстрее остальных, причем победы приходили как к мальчикам, так и к девочкам. Водобавок медали взяты и в эстафетах. Данные соревнования являлись отбором на всемирную спартакиаду летнюю среди специальной олимпиады. Значит, и наши детки отобрались, четверо обучающихся. Выход в мировой свет четверки из Кирова состоится в 2015 году в Лос-Анджелесе. Сама попадание на всемирные игры, казалось, может вскружить головы нашим пловцам. Но с их слов следует, что предстоящая поездка в Америку у них сейчас на втором плане. На первом – улучшение собственных результатов без каких-либо мыслей о медалях. На этом у меня все. Программа «Вести спорт» уходит в краткосрочный творческий отпуск. Но мы обязательно вернемся через две недели и начнем вновь держать руку на пульсе всех спортивных событий в области и за ее пределами. Болейте за наших. И до встречи на каналах России. Редактор субтитров А.Семкин